Трамвай в Челябинске Итак, рассмотрев существующее положение дел, мы поговорим о плюсах и минусах трамвайного транспорта в Челябинске. Начнем, как и видео о троллейбусах, с минусов. На большинстве трамвайных маршрутов города интервалы в определенное время могут достигать получаса. Некоторые трамваи ходят и вовсе с часовыми интервалами на протяжении всего дня. В городе лишь три трамвайных маршрута, которые ходят с более-менее адекватными интервалами в течение всего рабочего дня. Это тройка, шестнадцатый и двадцать второй. Довольно неплохо еще ходит и двадцатка. Но вот трамваи этого маршрута начинают плохо ходить уже после семи вечера. А вот у остальных маршрутов интервалы в двадцать пять-тридцать минут бывают достаточно часто. Причем иногда причудливо чередуясь с пятнадцатиминутными интервалами. Здесь в этом плане очень похоже на ситуацию с троллейбусами. Аналогично троллейбусам челябинские трамваи работают с меньшими интервалами в выходные дни. И всю эту ситуацию с временем ожидания транспорта, что у троллейбусов, что у трамваев, назвать нормой, ну просто невозможно. Как и с троллейбусами, у меня присутствуют нарекания по заработной плате. Часто она крайне низкая для миллионного города. А иногда она указана и просто в диапазоне, причем с сильно большим разбросом. Без каких-либо пояснений и уточнений. Что заставляет потенциальных соискателей усомниться в прозрачности данных цифр. Еще одной проблемой можно назвать плохое состояние трамвайного полотна на ряде участков. Что не позволяет полностью раскрыть скоростной потенциал этого вида транспорта. Вовсе не редки случаи, когда трамвай даже полностью на обособленном полотне едет крайне медленно. Из-за некачественно сваренных стыков и путей, имеющих совершенно неадекватные изгибы. Но не все пути в городе настолько убитые. Есть участки, где вагоны вполне себе развивают скорости по 50 и даже 60 км в час. Только вот из-за того, что в последние 20 лет за рельсовым полотном следили спустя рукава, получилась ситуация, когда хорошие участки чередуются с плохими участками. Что в целом негативно влияет на скорость движения трамваев. Кроме того, основу парка, то есть абсолютное большинство вагонов, составляют полностью морально и физически устаревшие трамваи моделей КТМ-5 и КТМ-8. Ни про какой комфорт поездки, ни про какие кондиционеры, системы электронного информирования, USB-зарядки, низкий пол, вообще можно про это ничего не мечтать. Большинство вагонов уже просто выработали свой нормативный срок. А те, что прошли капремонт, пускай и смогли обновиться внутренне. То есть им обновили механические части и кузов. Но от этого они не перестали быть морально устаревшими вагонами, где верх инноваций – это электронный маршрутоуказатель. Безусловно, что в городе есть новые трамвайные вагоны, которые стали приходить только в этом 2021 году. Но пока их доля в парке настолько ничтожна, что в масштабах города они практически незаметны. Ну и еще. Из проблем можно отметить отсутствие остановочных павильонов на некоторых остановках, а также полное отсутствие расписаний и табличек с названиями остановок. Что также негативно влияет на информирование пассажиров. Кроме того, остаются проблемы, которые постепенно-таки решаются. Например, отсутствие в городе трамвайных платформ, отсутствие приоритета трамвайных вагонов на перекрестках, а также отсутствие обособленных трамвайных путей посреди улиц. Вот эти три проблемы сейчас решаются. Постепенно также решаются проблемы с обновлением подвижного состава, а также плохого качества трамвайных путей. Вообще, о состоянии трамвайного хозяйства в Челябинске стали задумываться еще с 2019 года. А первые реальные действия начались в 2020, когда в городе стали обкатывать модели новых низкопольных трамваев, а также стали проводить реконструкцию трамвайных переездов. Правда, уже сейчас не везде эта реконструкция была проведена качественно, и в этом году покрытие на некоторых переездах просело. Хотя сейчас прошлогодние ошибки учли, изменив покрытие переездов. Хотя что мешало это проанализировать заранее, я не понимаю. И вообще, в Челябинске готовится, а местами уже началась масштабная реконструкция трамвайных путей. Что, безусловно, является очень хорошим знаком. Ну вот так вот, от плохого в трамвайной системе Челябинска мы переходим к хорошему. Продолжение следует...